привет всем зрителям и подписчикам моего канала в этом видео я покажу свои покупки за прошлый месяц что я купил какие монеты и чем они интересны так что если тема вам актуальна и интересно продолжайте смотреть и ребят небольшая реклама кто из моих подписчиков интересуется саморазвитием и посещает тренинги хочу порекомендовать вам посетить тренинг радислава гандапаса который состоится 17 февраля в киеве организаторы компании веда который 15 лет на рынке организации мероприятий делают бизнес мероприятия работают с топ спикерами мира такими как брайан трейси джо кеха джо виталий радислав гандапас андрей федорев и многие другие ссылка на сайт будет в описании так ну что какие у меня были приобретения в первую очередь это заготовки которые я положу к себе в альбом они у меня двух разных видов это заготовки из алюминиевой бронзы современные монеты которые делает национальный банк украины сейчас вы видите заготовку под 50 копеек вот так вот она выглядит это 50 копеек также есть заготовки которые делались на луганском станкостроительном заводе они у нас из латуни вот если посмотреть отличие как выглядит алюминиевая бронза она более блестящая и латунная заготовка здесь мы видим что это не просто вырубленный кружочек а уже готовый под работу под нанесение собственное изображение это вот 50 копеек я стоимости буду сейчас писать в описании так что можете посмотреть есть копеек также есть современные из нбу вот так вот они выглядят и довольно непросто было достать вот эту заготовку заготовку это латунная заготовка под одну гривну довольно дорогая но при этом приятно положить будет ее в коллекцию в альбом я покажу как я разместил свои заготовки сейчас раскрою этот холдер и размещу выглядит конечно на просто супер это вот печатались обычные гривны латунные на вот такой вот заготовочки глядя на также уже подготовлена к работе вот вот такие заготовки у меня появились вот так я храню заготовки для монет и какие-то разновидности давайте с вами сейчас разместим эти монетки в специальные ячейки ну что ж у меня 10 копеек есть латунные и вот 10 копеек уже производства нбу алюминиевая бронза просто-напросто здесь сдвигаются ячейки и видите мы можем разместить абсолютно удобно заготовочку под 10 копеек также 25 копеек у меня есть латунный и добавляем сюда алюминиевую бронзу рядышком так 50 копеек у нас у меня не было латунных и алюминиевой бронзы я купил давайте посмотрим это у нас 50 копеек алюминиевая бронза размещаем сюда и 50 копеек латунный вот они у меня были в таком вот холдере сейчас мы достанем вот у нас вот 50 копеек у нас латунные можно конечно как-то протереть их спиртом я не не заморачиваясь сейчас покажу вам для видео как он размещается смотрите латунь алюминиевая бронза дальше мы берем нашу латунную заготовку вот она у нас самая дорогая из приобретенных сейчас достаем ее вот наша латунная заготовка монетки 1 гривна самая дорогая из тех что я вот сейчас купил и вот мы и отправляем сюда к заготовке здесь у меня видите есть не про чекан 1 гривна видите слева у нас латунной заготовки справа алюминиевая бронза латунь алюминиевая бронза и вот некоторые разновидности по монет казать какие могут быть браки в данном случае это не про чекан мы видим одну гривну на которой просто-напросто не видит год хватит немножко свет приглушен просто-напросто мы не наблюдаем здесь вот очень очень плохо отчеканился с другой стороны в принципе все есть но года конкретно у данной монетки мы не наблюдаем так вот у нас есть еще такой не про чекан довольно интересный с аукциона виолити вот такие не про чекана там выставляют в принципе если вы собираете то можно найти думаю из перебора но просто они не часто попадаются довольно довольно интересная монетка и цена также в вас будет цена также в описании можете увидеть сколько стоит и при про чеканы могут быть на разных монетах вот 10 копеечные монеты я показывал распаковку данной посылки на своем втором канале там вот здесь копеечные тут так себе не очень они конечно клевые дальше что у нас штемпельный блеск и это конечно приятно да здесь подписчик мне продал монету и эту монетку он не дал в подарок огромное ему спасибо просто потрясающее посмотрите какой какой яркий блеск я думаю монета займет свое место в коллекции спасибо большое что пишите предлагаете сейчас добавлю также сюда монету в штемпельном блеске давайте разместим и в целом довольно неплохо смотрится в альбоме монеты что то есть 96 это в штемпельном блеске эти заготовочки вот так у нас выглядит а какую же монету я купил у своего подписчика это вот эти 50 копеек они просто невероятный гляньте гляньте какой невероятный просто брак 50 копеек мы видим да и просто герба тут вообще не наблюдаем не про чекан герба довольно интересно бывают производственные браки как это попадает масло при при чеканке довольно интересно и не часто так конкретно такие я встречаю также стоимость я напишу сейчас в описании довольно прикольная прикольная монетка так давайте дальше смотреть что еще как видите просто как будто бы обычная монета но на самом деле здесь у нас поворот посмотрите об и мы видим поворот данных 50 копеек до отношения аверса и реверса такое встречается и тоже довольно довольно интересно так давайте дальше что я вам не показал осталось две монетки это давайте вот это покажу это фальшак фальшивка латунная латуны одна копейка из латуни не знаю кто занимался производством как это было чекание но видно что еле-еле виден сам по себе рисунок это не похоже на китайскую копию думаю где-то у нас это все сделалось и вот такая вот одна копеечка одна копеечка и таких у меня еще не было это гашеный 5 копеек которые собственно национальный банк сейчас уже изымает изъял из обращения вот вот такая вот пяти копеечная монетка также стоимость я напишу в описании ну что а еще наверняка заметил что вот есть монета в холдере определенное внимание сейчас привлекается к монетам нового образца браков не так много и здесь я для примера для этого ролика купил себе вот такую вот монетку вот хочу показать вот видите наплыв металла вот сейчас на фотографии вы видите наплыв металла конкретно на слова ярослав мудрый вот такие браки могут попадаться так что перебирайте пересматривать может быть что-то гораздо интереснее конечно это я в дальнейших видео обзорах расскажу какие могут быть браки конкретно с двушками вот так что вот такой брак я взял исключено чтобы показать вам его стоимость и конкретно в данном видеоролике ну что ж друзья спасибо всем кто посмотрел это видео подписывайтесь на канал ставьте лайк у меня для вас будет еще один мега крутой конкурс так что не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить оповещение именно об этом конкурсе ну что ж всем пока и 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